Многоэтажка в оживленном районе Лениногорска. Еще совсем недавно на первом этаже этого дома располагалась школа по греко-римской борьбе. Сегодня общественная организация с говорящим названием «Дари добро». Несмотря на перемены, здесь по-прежнему продолжают бороться за право необычных детей вести вполне обычный образ жизни. Мы собрались три мамы. Сидим и думаем, кто же нам поможет, а нам никто не поможет. Мы создали эту организацию. Администрация идет навстречу в плане именно помещения. Государство у нас решило социализировать таких детей, то есть чтобы они не сидели дома. А мы как бы помогаем. Эдик Массаров – один из особенных детей. Он не разговаривает и не слышит. Запас жестов, полученных в специализированной школе, довольно скуден. После того, как мальчика перевели на домашнее обучение, понимать его могут лишь близкие. Продвижения есть, но не такие, чтобы можно было выучить жестов, чтобы дальше мог развиваться и общаться именно с жестом, чтобы я его понимала. Потому что он придумывает жесты, я не могу понять, что он хочет объяснить. Он начинает психовать, меня тоже уже это начинает как бы раздражать. Ну вот здесь мы, наверное, планируем, что ребенок будет в социуме, в обществе, и это пойдет на лучшее развитие его. Благодаря квартирникам, которые устраивают родители, объединенные в эту общественную организацию, поездки в Казань свели до минимума. Специалисты из ДРКБ теперь приезжают сами. Нам этот центр очень нужен, так как у нас особенные детки, и на улице не погуляешь, а тут своя среда. И мы были бы очень рады ремонт закончить побыстрее и начать уже ходить сюда. Таких особенных детей в организации уже почти 40 от года до 18 лет. С разными диагнозами и надеждой одной на всех в этом центре им обязательно помогут. Нужно просто подождать, пока закончится ремонт, и центр распахнет свои двери. Дети все замкнуты в пространстве четырех стен своей квартиры. А здесь все мамы открываются, дети между собой общаются. Они видят, что они не хуже других, они такие же, они разные, они все могут общаться, дружить, играть. Нас немного, мы другие, но нам тоже нужна помощь людей. Мы просим любого человека, каждого, кто может оказать нам помощь, помочь. Работы очень много, здесь и покраска стен, и полы еще достелить, потому что видно, что помещение старое, давно здесь ремонт не был сделан. Пока ремонт удалось сделать лишь в трех кабинетах, остальные по-прежнему нуждаются в преобразованиях. Фронт работы довольно большой. Потолки, полы, стены, плюс установка обязательного электрического подъемника на входе. К тому же нужны материалы для развивающих занятий с детьми. Все это требует огромных денежных вложений. Поэтому в организации рады любой помощи, как материальной, так и физической. Юлия Шабанова, Новости Татарстана.